Привет! Сегодня снова с вами я, Мариса Тараверова, и мы продолжаем изучать английский по любимым сериалам и фильмам с проектом Гэбблер. Выпуск на прошлой неделе наделал много шума. Интересно, что вас ждет в сегодняшнем эпизоде? Тогда смотрите и учитесь. Не так давно Джон Грей написал книгу Men are from Mars, Women are from Venus, Мужчины с Марса, Женщины с Венеры, заявив, что мы настолько различны, что нас можно считать выходцами с разных планет. Так ли это, что мы настолько разные? Начнем выяснять это прямо сейчас. В американском английском вас рано или поздно начнет преследовать словечко bro. Кто такой bro? Заглянув в слова сленга, мы с вами узнаем, что словечко bro используется в дружественном обращении к лицам преимущественно мужского пола. Причем от имени такого же bro. Друг, братан, чувак, мужик, брателла. Все эти сленговые обращения запакованы в одно английское bro. Хот топ, бро, высший класс мужик. Ладно, братан, что тебе нравится? Брателла, мне так жаль. Понимаю, как должно быть тяжело. Словечко bro входит в обиход настолько прочно, что начинает участвовать в образовании совершенно новых слов. И заслуга это, конечно же, мужчин. Прощальная вечеринка связана с переездом в другое место, но теперь только среди своих пацанов. A special bro occasion, occasion, событие, повод. Bro choice rally, тусовка для своих парней. Broing, название для чисто мужской тусовки, когда вместе собираются закатычные друзья мужчины. Итак, если bro, слово, которое используют мужчины друг по отношению к другу, будучи на короткой ноге, то возникает вопрос, а каким же словом пользуются девушки по отношению к лучшим подружкам? И кажется, самое популярное это girls. Girls, девочки, ladies, дамы. А как называют девушек и женщин мужчины? Кажется, и тут используются girl, девушка, девчонка, и girls, девчонки, девочки. Attractive girl, привлекательная девушка. She's magnificent. Она великолепна. Dude, you are the hottest girl at this prom. And not like in a corporate plastic way. Like truly, truly hot. Dude. Если вы заглянете в обычный словарь, то увидите столько переводов словечка dude, что лучше бы вы не смотрели. Потому что это обыденное обращение в Штатах друг к другу. Особенно распространено слово среди молодежи и обращаются так как к парням, так и к девушкам. Это совсем не грубое слово, а всего лишь несколько фамильярное обращение. Hot girl, горячая девушка. Like truly, truly hot. Ну прям очень, очень горячая. Let me explain something to you. Your whole life you've been an ugly chick. Now suddenly you're a hot chick. Chick. Привлекательная особа. Цыпочка, штучка. Ну или как вы там мальчики говорите. Телочка. Да, это тоже имеет место быть. You see that chick right there? She looks like she'd fall for a sports agent and a football player. Okay, I'm in. Ну и вот и начались игры. I'm in. Я в игре. Yeah, it was a long shot. I told her to call me anyway if she changes her mind, but I don't know. It was a long shot. Это была почти безнадежная попытка. I don't know what's gonna happen when I get there, but I gotta give it a shot. Alright, see you later. Happy hunting. I've got to give it a shot. Я должен попытаться. Happy hunting. Счастливой охоты. Ку-гар. Ку-гар. Женщина, обычно между 30 и 45 годами, которая предпочитает заниматься сексом с молодыми мужчинами. Это ж надо было слово-то придумать. Кэ-ти. Кошечка. How do you think Mr. Brady scored a babe like a girl? Baby. Малышка. To score a baby. Заполучить малышку, добиться успеха у женщины. That cute coffee girl wrote a heart by your name. Somebody has a crush on you. Cute girl. Хорошенькая девушка. Somebody has a crush on you. Кое-кто в тебя втюрился. The perfect woman. Идеальная женщина. To knock her up. Еще одно выражение, которое тоже не стоит смотреть в словаре. То, что раньше было страшным табу, сейчас просто означает сделать ей ребенка. Look around you, Lily. You are in the heart of Bachelor country. And as a woman, you are an illegal immigrant here. Bachelor, холостяк. You are in the heart of Bachelor country. Ты в самом сердце страны холостяков. And as a woman, you are an illegal immigrant here. И будучи женщиной, ты здесь как нелегальный иммигрант. Вопрос. Может ли женщина быть бро? И могут ли к женщине обращаться бро? Жду ваше предположение в комментариях к видео. Ставьте лайк, если вам понравилось. Расскажите друзьям. А ответ ждет вас в следующем эпизоде. До скорого. Goodbye.